За всю историю существования анимационной студии «Мультята» уже выпущено 16 мультфильмов. Веселые и забавные названия кошки-мышелки, страшилки, пчелки-жужелки, дружилки дети придумывают сами, а также рисуют персонажей, снимают и озвучивают видео. У них длинные хвосты, и страшны им только кошки. Только кошки да коты. 22 мая состоялась премьера очередных произведений юных мультипликаторов. Праздник прошел в режиме онлайн. Над монтажом также пришлось работать дистанционно, так как школу закрыли на карантин. Руководитель студии «Мультята» Елена Кайзер во время самоизоляции проводила уроки и контролировала процесс создания мультфильмов в прямом эфире. «Я была сама удивлена, когда Колесников показал мне свой фильм, а у него музыкальный фон стоял совершенно даже немой». Даниил Колесников рассказал, что на создании мультфильма его вдохновляет результат, который получается в итоге. «Во время съемки ты помогаешь не только своим друзьям, но и сам развлекаешься». Андрей Рыбаков – ученик третьего класса развилковской школы, а в студии занимается с первого класса. «Мне понравился монтаж, ну, во-первых, потому что он был самым сложным и занимательным процессом. Я на нем проковырялся больше всего». Арина Павлова придумала и нарисовала образ главного героя-старика к мультику «Жил старик». «Секрет в том, что у него слишком грустный рот, можно и так сказать». В студии «Мультята» сценаристы и художники-дети. Основная цель преподавателя – помочь ребятам освоить монтаж в программе. Ознакомиться с творчеством юных мультипликаторов может любой желающий. Все работы выложены на одноименном YouTube-канале. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.